Меня зовут Миша Зельман, я ресторатор. Я в Лондоне много-много лет. Первый ресторан я открыл в 2008 году, соответственно, начал переезжать потихонечку в 2005 году и окончательно переехал в 2012. Переезд в Лондон был как исход для Моисея из Египта. Это была целая-целая история. В России, в Москве я оброс большим количеством ресторанов, партнеров, друзей. И сам по себе отъезд — это был целый-целый процесс. А приобрел я свободу. После переезда моя жизнь изменилась радикально. Москва был город пробок. С экологией было не очень все хорошо. Публичный транспорт не работал. Город был абсолютно закрыт или, так сказать, не френдли к велосипедистам, к занятым спортом на улице, да и просто к прогулкам к обычным. И переехал в Лондон, я получил все это вместе и сразу. Хорошо там, где нас нет. В Лондоне действительно очень много позитивного и хорошего. Не нравится мне Лондон своей дороговизной. Здесь любят говорить, что если ты хочешь в Лондоне стать миллионером, тебе нужно приехать миллиардером. Для меня наличие русскоязычной среды не очень важно в оффлайн жизни, потому что ее достаточно в онлайн жизни. Моя жена русскоязычная, русская. Мы говорим с моей женой по-русски. Наши дети уже в основном говорят по-английски и с нами говорят по-английски. Но при этом я очень много времени провожу FaceTime в Zoom с моими родителями, с моими друзьями. Мне не чувствуется нехватки русской речи. Также и книги я могу читать, есть онлайн большое количество приложений, из которых я черпаю новости и чувствую себя частью русской среды. А в жизни не получается, потому что я окружен моими коллегами. Я работаю с разными национальностями и с канадцами, с американцами, и с итальянцами, и с французами, с англичанами. Очень много моих коллег-англичан. И русские тоже среди них есть, но к большому сожалению не так много. В Лондоне каждый район имеет свою историю и свою изюминку. Мне нравится динамика Soho. City поразила меня своим имперским стилем. Notting Hill, где мы с вами сейчас находимся, замечательное место. Про него снято несколько фильмов, но все равно они не могут отразить всю теплоту и всю уникальную самобытность этого района. Когда только я переехал в Лондон в 2012 году, мне позвонили в дверь и представили, что это криминальный полицейский пришел, и у него есть вопросы ко мне. Я настолько испугался, особенно после Москвы. Я не ожидал, что один из первых визитеров будет констебель из криминальной полиции. Я вышел к нему, он сказал, вы знаете, у меня есть вещественные доказательства, и достал такой мешочек, что вы в неположенном месте, неположенном времени выбрасываете мусор. Я был обескуражен. Я сказал, вы знаете, у меня есть женщина, которая приходит дома и убирает. Я даже, честно, не знаю вообще, где существуют мусорные баки в Лондоне, вообще как это устроено. На что он мне сказал, я вижу, что вы только что переехали, и в Англии очень важно в чистоте поддерживать то место, в котором вы живете. Я вижу, что вы второй раз так уже не сделаете, поэтому я приготовил штраф вам, но штраф вам вручать не буду. Потом, когда я сдавал экзамен, чтобы получить вид на жительство, экзамен начинался с того, что если вы хотите жить в Лондоне, вы должны знать своих соседей, поддерживать вместе чистоту, это я уже понял после визита полицейского, и вы должны уважать других людей, потому что у них могут быть другие взгляды и другое мнение, отличное от вашего. На самом деле это очень простые вещи, но те люди, которые живут в Англии и англичане, они пользуются и руководствуют этими простыми правилами. Лондон не только дал мне возможность профессиональной реализации, а я все-таки человек мира, и мне нужно, чтобы город был открыт к новой культуре, к экспериментам, к вновь приехавшим. Ну, и дал необыкновенную возможность для моих детей, которые здесь родились и ходят в школу, и чувствуют себя уже англичанами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова